Тумсу дай Аллах, чтобы ты устроился на работу, начинающуюся в 5 утра. Тогда бы я посмотрел на твои поздние эфиры. Сколько? Что там нового за Кадыровой? За мам, за пап? Расскажи забавные истории, посмеяться охота. Забавные истории экран покажет наш. А в каком журнале покажет? На журнале ЧКТРК. Смотри ЧКТРК, если ты хочешь почаще видеть разные смешные, веселые сказки от Кадырова. Просто включай, хочешь в ютубе, хочешь сделай себе спутниковые тиви, они по спутнику тоже показывают. Посмотри, это будет весело. Почти ералаш. Брат, чрезмерное возвеличивание какого-то человека не является лейширком. Они постоянно повторяют, если сказать один раз, бульдозер сила и миллион раз, ахмат сила, это разное. А если миллион раз сказать, что бульдозер сила, это разное, это будет ширка. Если кого-то, какого-нибудь человека или предмет, если его поднять на уровень господства, если какую-то часть управления мирозданием, допустим, приписать этому человеку или предмету, если обратить свои молитвы на этого человека или предмета, если уповать на человека или на предмет, подобные вещи будут признаками многобожия, предаванием сотоварища Всевышнему Аллаху. Но если говорить, что что-то является силой, не подразумевая силу Всевышнего, а просто говорить, что это вот сила, у тебя какой-то лозунг такой и так далее, это не относится к вопросам многобожия. Безусловно, это то, что мы не приемлем. Никакой ахмат не сила. Ахмат это тело, сгнившее уже в земле. И предатель женского народа. Понятно, что он не сила. Но когда они так говорят, это все-таки не вопрос многобожия. Чтобы это порицать, я имею в виду, не обязательно приравнивать это к многобожию, поднимать это на тот уровень, чтобы вот прямо там это порицать. Это можно и так порицать. Мне кажется, Кавказ без России никогда не будет истинно суверенными государствами. Переругаетесь, нету лидеров, подобных Джахару Дудаеву, с чем и главное, зачем вы боретесь. Борьба с ветряными мельницами. Ну, я не знаю, почему тебе так кажется. Нам, во-первых, какого-то единого лидера на Кавказе нам сейчас и не нужно. Нам достаточно иметь лидеров, по одному лидеру в каждом народе, в каждой стране. И эти страны могут объединиться уже, эти лидеры могут объединить наши страны в какой-то единый союз. И военный, и экономический, и политический, и таможенный, и так далее. И ведь почему ты считаешь, что это невозможно, если это получилось у стран Европейского союза, почему это не может получиться у стран Кавказского союза, например? В чем проблема? И при чем здесь Россия? Для чего нам нужна Россия? Что Россия в этих наших отношениях сегодня, какую роль она играет, кроме, наоборот, ссоры, каких-то причин для того, чтобы мы ссорились друг с другом, кроме этого, что она делает, какого-то объединяющего влияния, имеет ли она какое-то объединяющее влияние? Конечно, нет. Наоборот, все те конфликты, которые сегодня имеются внутри Кавказа, они все посеяны Россией. Никогда у нас не было никаких конфликтов, пока к нам не пришла Россия. Никаких территориальных претензий, ничего подобного не было. Это все появилось только с приходом России. Как только Россия уйдет, мы сами эти вопросы между собой решим, преодолеем. Нам, всем кавказским народам, республикам, нужно стремиться к объединению. Всем. Мы должны иметь единое кавказское пространство. Экономическое, военное, политическое, прочее. Мы все должны к этому стремиться. Мы должны, каждый вот у себя на кухне, должен понимать, что в этом наш успех. Что чеченцы, грузины, представители дагестанских народов, кабардинцы, балкарцы, инбуши, карачаевцы, черкесы, все мы, мы очень близки друг к другу. У нас у всех один менталитет, у нас у всех, в конце концов, один предок. Мы чуть там дальше поднимемся, мы увидим, что мы все друг к другу родственники. И мы друг без друга, мы не сможем. Мы все должны друг другу. Поэтому мы должны к этому стремиться. Как только мы освободимся от этого российского гнета и станем независимыми, и станем объединимся в какой-то единый союз, у нас начнется моментальное развитие. Мы все будем дополнять друг друга. Где-то есть, в каких-то странах есть выходы к морям. Допустим, в Грузии есть выход к Черному морю. В Дагестане есть выход к Каспийскому морю. Где-то у нас есть полезные ископаемые, где-то у нас есть нефть. То есть все мы, в конечном итоге, мы такой кавказский пазл. И все мы в этом пазле нужны. Если кого-то не будет, то пазл не сложится. Каждая вот эта республика, каждый народ, это отдельный пазл в этом едином кавказском союзе. Пусть это даже будет не единое государство, как государство, но хотя бы союз независимых государств, как единый Кавказ, с возможностью дальнейшего даже объединения или без даже этого объединения, как в рамках союза. Это то, к чему мы должны стремиться. Это наша цель. И каждый должен понимать, что именно в этом наш успех. Ни в чем другом. Отдельности у нас не будет никакого успеха, а под гнетом российским или каких-нибудь других держав у нас не более его не будет. А появление такого единого Кавказского союза, вот этого образования на этой территории, это очень серьезный прецедент для мира. Это будет образование государства, с которым должны будут считаться во всем мире. Вы посмотрите просто на карту. От Каспийского до Черного моря это вся территория с выходами на два моря. Посмотрите даже по масштабу, просто по территории, насколько это мощно. Конечно, мало государств в этом мире, которые хотели бы видеть такое новое образование на политической карте мира. Их немного. Никто не хочет конкуренции, нового влияния и так далее. Никто не хочет. Но мы это должны хотеть. Вопреки желанию всего этого мира, мы должны это хотеть. И мы должны стремиться к этому объединению и к тому, чтобы поставить перед фактом этот мир. Что да, вы, может быть, не рады нам, вы, может быть, этого не хотели, но мы это хотим. Мы, наши народы, этого хотят, и мы будем. Вот у нас вот такие вот страны, и вот такой вот союз. Прошу любить и жаловать. Я надеюсь, что в один прекрасный день мы к этому придем. Ну, судай, Аллах, чтобы ты устроился на работу, начинающуюся в пять утра. Тогда бы я посмотрел на твои поздние эфиры. Сколько боли было у этого сообщения. О, Борг Челси. Прости, дорогой брат, но реально изменить расписание мы в этом плане не можем, к сожалению. Нас ведь все-таки смотрят в России не только люди, которые живут по московскому времени в этом часовом поясе. Есть те, кто живут на Дальнем Востоке, есть те, кто вообще живут в Соединенных Штатах Америки. Представь, какой дисбаланс по времени. Но все привыкли к этому времени. Те, у кого реально возникают проблемы из-за того, что они рано, допустим, едут на работу, ничего страшного, дорогие друзья, если вы пропустите эфиры, посмотрите их потом в записи или какие-то там важные моменты из эфиров. Я обычно делаю вырезки, так что... В общем, мы вам это простим, отсутствие вас в прямых эфирах. Но, конечно, я был бы рад, если вы здесь были. Ас-саляму алейкум, Тумсо. В будущем не собираешься переехать в Афганистан? Страна же шариатская, как ты и хочешь. По мне, каждый мусульманин должен жить в странах, где есть шариат. Там тебе будет безопасность. Ва алейкум ас-саляму. Ам-раам а-бракату. Талибан, давай мы дадим Афганистану сначала построить свое государство, привести себя в порядок. Пока там идет просто война до сих пор. Никакой стабильности в этой стране нет. Они сами себе не могут обеспечить безопасность, как они обеспечат ее мне и другим. Поэтому давайте сейчас просто будем наблюдать, делать за них дуа, чтобы у них все получилось, чтобы афганский народ наконец-таки получил долгожданный мир, который они на протяжении лет 50, по-моему, последних не видели этого мира. Надеемся, что хоть сейчас они его увидят. Давайте пожелаем им успехов, чтобы страна стала развивающейся, а потом уже будем думать о том, стоит ли вообще туда ехать как туристу, чтобы посетить эти места. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok